Две ситуации, две ситуации, лимит мы включаем тогда, когда мы не можем поддерживать ровную скорость на круиз-контроле, не можем, ремонт дороги, населенный бум, ты должен ехать ногой, не можешь, не, пока я про ногу езжу, ты едешь ногой и не хочешь превышать скорость, ставишь лимит, сейчас выставляешь, через плюс-минус ты выставляешь ту скорость, которую ты не хочешь превышать, едешь ногой, больше газу, меньше газу, она больше, чем 50, например, не поедешь, вот это одна функция лимита, не превышать скорость, ту, которую ты не хочешь, когда едешь ногой, вот это очень хорошо, то твое все внимание идет на знаки, на дорогу, на безопасную езду и не надо вам следить за скоростью, это одна сторона лимита, а другая сторона лимита, очень удобно, затяжные спуски, затяжные, там где затяжные спуски, длинные затяжные спуски, чаще всего бывает ограничение скорости, и не через круиз-контроль, ну, снижать скорость вам, а ставить лимит, ставить, например, на спуск 50 км в час, там, скажем вам, и тогда машина уже кропсносу, весь ваш спуск, там 5 км, 10 км, сколько вас, будет сама тормозить, снижать передачи, повышать обороты и держать весь спуск ровно через лимит, ровно столько, сколько вы разрешили.